Смотрите сегодня в программе. City Life – полностью трёхмерный градостроительный симулятор с впечатляющей графикой и скурпулёзным вниманием каждой мелочи в жизни горожан. Cif City Rome – Римская империя в самом рассвете. Огромные пространства, отвоёванные у варваров, нуждаются в жёстком контроле. Только после нескольких часов действительно напряжённой игры начинаешь вживаться в этот странный, почти безумный мир – мир Rise of Legends. Prey – именно та игра, которую нам обещали 10 лет назад, в главной роли всё тот же индейец Томми Хоук. Отслужив рейнджером, он возвращается к своей подружке в родную резервацию. Здрасте, это ФАК – программа о компьютерных играх. Меня зовут Борик Роттер. Вы не можете завалить какого-нибудь ахтунга? Или ваш чар 30-го левела до сих пор не может кастовать магию? Спросите меня, и я скажу, что надо делать. Если вы не поняли, что я сейчас сказал, тогда смотрите внимательнее мою программу. Игра, с которой я начну – это весьма неординарная РТС. Технология против магии. Фаербол против дирижабля. Это Rise of Legends. Rise of Nations. На первых порах вселенная, придуманная гражданами из Big Huge Games, вызывает странные чувства, когда вместо привычных космических десантников или остроухих эльфов нам предлагают снарядить бой подозрительных железных пауков, когда кругом летают непривычные самолёты, а какие-то деревянные вертолёты, сошедшие с чертежей Леонардо да Винчи, оснащённые к тому же ракетами. Мозг начинает бунтовать и требует вернуть его в привычную среду обитания. Только после нескольких часов действительно напряжённой игры начинаешь вживаться в этот странный почти безумный мир, где самые натуральные джинны из арабских сказок бьются против кавалеристов с древними мушкетами и роботов, стреляющих электричеством. Игра поступила в продажу 9 мая 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ видео и 3 ГБ на жёстком диске. Сразу предупреждаю, что особо выдающегося сюжета от Rise of Legends ждать не стоит. В плане геймплея разработчики не стали изобретать велосипед, так что корни Rise of Nations в продолжении узнаются сразу. За геймплей я ставлю твёрдую пятёрку. Игра делится на стратегическую и тактическую части. В стратегической вы решаете, куда двинуть армию и какую локацию атаковать на следующем ходе. После того, как вы выбрали, куда послать войска, начинается самый напряжённый этап игры — тактические сражения. Самое важное в игре — это города, которые нельзя строить, но можно захватывать либо выкупать. Именно на количестве поселений и их экономическом развитии выстраивается мощь вашего государства. Технически Rise of Legends находится практически на острие прогресса. Это действительно красивая игра. Здесь куча спецэффектов и анимаций. По мере роста города вы заметите, как на его стенах начинают суетиться солдатики. В центре лениво крутится глобус, а из труп городских кварталов валит дым. Поэтому за графику я уверенно ставлю пять баллов. К звуку придраться я не могу, поэтому тоже можно поставить пятёрку. Чтобы одолеть больше сорока миссий, в этот мир надо по-настоящему вжиться, тратить как минимум часа по три-четыре ежедневно. Надо разобраться в сильных и слабых странах своей армии, крепко подумать над тем, как атаковать врага, и не просто тупо клепать войска, отсылая их на базу злотея. По-моему, эта игра заслуживает общей оценки в пять баллов. Очевидно, что в Big Huge Games работают фанаты своего дела, которые поставили перед собой цель сделать действительно необычную стратегию. Придумав такой странный мир, создав нестандартную схему развития базы и городов, задав жару недетской сложностью, Rise of Legends не скатилась в разряд игра не для всех, а стала зрелищным американским блокбастером с умным сюжетом. На наших с вами глазах произошла удивительная история. На свет родилась умная РТС, заставляющая игрока активно шевелить мозгами. А если мозги не шевелятся, смотрите нашу передачу дальше. Rise of Legends — это одна из самых сложных РТС последнего времени. Забудьте всякие The Mates of Empires 3 или The Battle for Middle-Earth 2, где можно лениво двигать мышкой и выносить противника эшелонами. В нашем случае компьютер ведет себя просто зверски и постоянно использует чертовски эффективную тактику, стремительно возводит казармы, захватывает все нейтральные поселения, а затем буквально засыпает солдатами. Единственная тактика против такого безумия — не давать противнику дышать. Его нужно постоянно атаковать, перехватывать стратегически важные поселения и особо богатые шахты, проводить рейды в стиле «бей и беги». Главное помнить — в Rise of Legends нельзя бездействовать, иначе победы вам не видать, как левый глаз не увидит правый. Ровно половина нашей сегодняшней программы будет посвящена градостроительным симуляторам. Начнем мы с маленькой деревушки Великой Римской империи, а закончим высокотехнологичным современным мегаполисом с его небоскребами, пробками и вечной нехваткой электричества. Цифс Сити Ром — дитя цивилизации 4 и Цезарь 3 отправляет нас в первый век нашей эры. За разработку проекта взялись настоящие монстры игровой индустрии. Firefly Studios и Fireaxis Games — создатели легендарных серий «Стронг Холд» и «Цивилизации». В итоге получилась отчасти революционная стратегия в реальном времени с элементами менеджмента. В общем, крутая штучка. В официальную продажу игра поступила 25 июля 2006 года. Что любопытно, одновременно с Цифс Сити вышла практически идентичная «Glory of the Roman Empire», а еще через пару недель ожидается выход прародителя обеих игр — Цезарь 4. Рекомендуемые системные требования — это процессор с частотой 2 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. А от вашего жесткого диска игра потребует 2,5 ГБ. Итак, Римская империя в самом рассвете. Огромные пространства, отвоеванные у варваров, нуждаются в жестком контроле. Бесчисленное количество мелких поселений, деревушек и городов по всей Европе, Северной Африке и Ближнему Востоку предоставлены сами себе. Ваша задача — навести порядок и превратить десяток хижин в процветающий римский город. При этом условия развития в каждой миссии могут меняться кардинально. В одном случае ваш город будут осаждать дикие варвары, прячущиеся в близлежащих лесах. В другом вам и вовсе придется выжить в условиях Туманного Альбиона с его бесконечными дождями. Список необходимых для жизни ресурсов может достигать 30 позиций. Улучшение жилищных условий происходит следующим образом. Для поднятия жилья до второго уровня нужна вода, для третьего — еда, для четвертого — одежда и так далее по нарастающей. При этом необходимый ресурс, например, колодец с водой, должен попадать в радиус действия дома. Кстати, чем выше апгрейд жилья, тем больше налог. Экономическая цепь выглядит примерно следующим образом. С полей собирают урожай и несут на мельницу. Там делают муку, из которой прямо в магазине пекут хлеб и продают местным жителям. Избыток возвращается на склад, откуда его при необходимости берут продавцы. Далее еще один интересный параметр. У всех подчиненных есть распорядок дня, который делится на рабочее и нерабочее время. В первом случае они, как ни странно, бегают на склад, что-то строят и добывают. Когда же наступает время досуга, жители кушают, улучшают дома, ходят в храмы и гуляют. Одно из самых революционных нововведений — это, безусловно, возможность научного роста вашей империи. Древо технологий похоже на то, которое мы видели в цивилизации. Таким образом, CivCityRom уже не столько градостроительный симулятор, сколько стратегия. Хотя любителей повоевать игра разочарует. Здесь все предельно просто и незатейливо. Родов войск всего два — копьеносцы и меченосцы. Интерфейс каким-то чудесным образом перекочевал к нам из далеких 90-х годов. Оттого многим он может показаться довольно запутанным. В итоге за геймплей игра получает честную четверку. Зато графика и возможность вертеть камерой, как только вам заблагорассудится, сразу же перечеркивает всевозможные неприятные впечатления от интерфейса. Поэтому параметру CivCityRom на высоте 5 звезд. Звуковое оформление никаких нареканий не вызывает. Хотя и удивить кого-нибудь вряд ли сможет. 4 звезды за звук. Ай-яй-яй. Совсем забыл сказать. В CivCityRom появилась возможность поглядеть не только на внешний вид города, но и можно заглянуть внутрь каждого домика. Благодаря этому можно будет посмотреть на бои гладиаторов, заезды колесниц или поучаствовать в дебатах Сената. Ну а самые любопытные могут даже заглянуть в знаменитые римские бани. Ну а чтобы играть было проще, я решил ответить на некоторые ваши вопросы по игре. Вопрос. Как избавиться от безработных, когда уже больше нечего строить? Ответ. Безработица зависит от притока жителей. Приток жителей зависит от настроения горожан. Настроение горожан зависит от настроения горожан. Если держать настроение на нуле или около того, притока жителей не будет. Соответственно, не будет и безработицы. Настроение можно регулировать уровнем налогов, а также продолжительностью рабочего дня. Вопрос. Как апгрейдить дома жителей, если они не достают до продуктовых или прочих лавок? Ответ. На время апгрейда перенесите дом поближе к магазину или храму. После можно возвратить его обратно. Иногда апгрейд не происходит, потому что место работы далеко от дома, и у жителя нет времени туда добираться. Решается это либо переносом дома поближе к работе, либо увеличением свободного времени. Смотрите во второй части программы. Прэй. Именно та игра, которую нам обещали 10 лет назад. В главной роли все тот же индеец Томми Хоук. Отслужив рейнджером, он возвращается к своей подружке в родную резервацию. Ситилайв. Полностью трехмерный градостроительный симулятор с впечатляющей графикой и скурпулезным вниманием каждой мелочи в жизни горожан. Смотрите во второй части программы. Ситилайв. Полностью трехмерный градостроительный симулятор с впечатляющей графикой и скурпулезным вниманием каждой мелочи в жизни горожан. Прэй. Именно та игра, которую нам обещали 10 лет назад. В главной роли все тот же индеец Томми Хоук. Отслужив рейнджером, он возвращается к своей подружке в родную резервацию. Продолжаем тему градостроительных симуляторов. И на очереди у нас, извините, искусственный заменитель еще даже не анонсированный пятой части сериала Сим-Сити. Да-да, в то время как Electronic Arts плодит бесчисленные аддоны симов, жанровую нишу уже давно облюбовали конкуренты. Студия Монте-Кристо, судя по всему, твердо решила спихнуть Сим-Сити 4 с давным-давно занятого трона. Но одного желания оказалось маловато. Сити Лайф, скорее всего, быстро затеряется в толпе прочих клонов. Официальной датой выхода игры считается 30 мая 2006 года. В России локализацией и издательством занимается компания Акела, которая 14 августа, наконец, выпустила лицензированную версию игры Сити Лайф, кодовое название «Город твоей мечты». В релизе игра определена как полностью трехмерный градостроительный симулятор с впечатляющей графикой и с куркулезным вниманием каждой мелочи в жизни горожан. Если сравнивать Сити Лайф с соседями по жанру, то с одной стороны сверкает безукоризненный в плане графики Тикун Сити, Нью-Йорк. С другой, с умным видом, восседает непобедимый четвертый Сим-Сити. Для нормальной игры в Сити Лайф вам потребуется процессор с частотой 2,5 ГГц, 512 МБ оперативки и 3D-ускоритель с объемом памяти 128 МБ. На жестком диске игра займет 1,5 ГБ. В отличие от оригинального Тикун Сити, Нью-Йорк, Сити Лайф – классический градостроительный симулятор. Задача привычная. Вам надо отгрохать город-сад, поборов строптивый ландшафт и расправиться с экономическими траблами. Жители города поделены на 6 социальных групп. Каждая из них хорошо относится к двум близким по духу прослойкам и люто ненавидит остальных. В теории все выглядит хорошо, но на практике эта идея вылилась в глупый гротеск. Представители каждого класса красят дома в один единственный цвет, носят одинаковую одежду и никак не соглашаются жить под одной крышей с иноверцами. Экономика не менее странная. Поначалу к вам едут нищие, а потом постепенно появляются и сливки общества. Для распространения одной из шести культур надо возводить особые сооружения, вроде семейных ресторанов, баскетбольных площадок, роскошных бутиков и стадионов. Строится и содержится это все на деньги городской казны, естественно. Прибыль опять же поступает в распоряжение мэрии. То же самое с магазинами, промышленными зданиями и киностудиями. Понятно, что необходимо поддерживать больницы, пожарные части, тюрьмы и дороги. Но почему мэр командует всем городским бизнесом и несет связанные с ним расходы? Одним словом, геймплей больше трояка получить не может. Недолго радует и графика. Да, возможность прогуляться собственно ножно по улицам собственноручно построенного мегаполиса нам пока еще в новинку. Однако уже после десятка шагов с этих самых улиц хочется натуральным образом сбежать, ведь по ним бродит армия клонов в одинаковых одеждах. Да и разнообразие зданий вдручает. Для каждого класса имеется лишь по три вида домов и пяток вариантов рабочих мест. Не лучший и ассортимент прочих строений. За графику с натяжкой можно поставить четыре. Что же касается звука, то тут все ровно. Никаких излишеств и недочетов. Также четыре звезды. Хотели как лучше, а получилось как-то не очень. Сити Лайф получилась не такой красивой, как Текун Сити Нью-Йорк. И уж точно не такой умной и продуманной, как Сим Сити. Но знаете, что я подумал? Сити Лайф отлично подойдет для начинающих мэров. По крайней мере, человеку, освоившему Сити Лайф, куда проще будет сесть за тот же самый Сим Сити. Специально для новичков мы подобрали самые актуальные вопросы по игре. Вопрос. Как в самом начале игры справиться с финансовыми проблемами? Ответ. Первым делом надо построить электростанцию и очиститель сточных вод. Если хватит денег, то лучше по два типа каждого здания. Дело в том, что весь излишек электричества и воды можно продать и наварить на этом кругленькую сумму. Потом надо дождаться появления заводов и офисов второго уровня. Главное следить, чтобы в них не было свободных мест. В Сити Лайф лучше безработицы, чем нехватка рабочих рук. Вопрос. Как бороться с классовыми разногласиями в городе? Ответ. Как я уже говорил, разные типы жителей следует селить отдельно. Помимо этого старайтесь разграничить их еще и на работе. Для этого офисы для синих воротничков должны быть как можно дальше удалены от тех мест, где трудится элита вашего мегаполиса. Эта история уходит корнями в далекий 1995 год. Молодой индейец Томми Хоук жил спокойной жизнью, со своими радостями, проблемами и любовью по имени Джен. Ничто не предвещало беды. Но именно этот день стал для всех судьбоносным. Как же был прав старый и мудрый индейец. Он как будто чувствовал опасность. Вы уже догадались, о чем я вам сейчас расскажу? Prey – один из долгостроев игровой индустрии. Игра, которая два раза меняла движок, претерпела несколько изменений концепции и сменила разработчиков. Смотрим. Возрожденный Prey сделан на движке от Дума 3. Но в своей основе это именно та игра, которую нам обещали 10 лет назад. В главной роли все тот же индейец Томми Хоук. Отслужив рейнджером, он возвращается к своей подружке в родную резервацию Тиеква. Штат Оклахома. Индейские корни для Томми ничего не значат. И он собирается вырваться из этой дыры. Интерес к своему прошлому просыпается у него при весьма странных обстоятельствах. В один прекрасный день над его родными местами появляется огромный корабль пришельцев и начинает засасывать все, что попадается на пути. С этого момента начинается сама игра. Увидев, что Дженни взмыла в воздух, Томми бросается ей на выручку с одним лишь гаечным ключом. Последняя версия игры была разработана компанией Human Head Studios. Конечно, можно заметить сходство с Doom 3. Те же узкие коридоры, то же освещение и похожие монстры. Но все равно, благодаря сюжету, звуку и картинке, проиболее захватывающая и интересная игра. В продажу игра поступила 11 июля 2006 года. А чтобы играть было приятнее, советую следующую конфигурацию компьютера. Процессор 2,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 2,5 ГБ на жестком диске. Итак, берем в руки газовый ключ и начинаем. В самом начале ходим, бродим, мочим все, что движется, привыкаем к игре и продолжаем обалдевать от шикарного оформления. Графика здесь потрясающая. Чего только стоит момент с падающим самолетом. Феерическое зрелище. Но много чего пока еще непонятно. Продолжаем играть. Что это за черти несутся за окном? Почему они ходят по стенам и потолку? А это что за штуковина? Похоже на какой-то портал. И это только начало. Впереди еще много чего интересного. Фу, что за чертовщина? Что они с нами вытворяют? Томми! Дженни! Я только что слышал Дженни! Боже мой, что они с тобой делают? Томми, не дай им меня забрать! Куда вы ее тащите? Уроды, встретил бы я вас в 45-м. Я вам еще покажу. Ахтунг, пацаны, деда валят. Не бойся, сын мой, тебя ждут великие дела. А мы с тобой еще встретимся в земле древних. Да, сюжетец и геймплей здесь на 5 баллов. Игра офигительная. Привыкаем к новой обстановке, валим монстров и учимся ходить вверх тормашками. Опа! Вот это темочка. Гравитация — это одна из главных особенностей игры. Дальше я вам покажу, как и когда ей правильно пользоваться. А это что за окаменевшее яйцо динозавра? Они что, следили за нами с самого сотворения мира? Забавно. Но также глупо и бесполезно на космическом корабле. Проходим еще один портал. Ахтун, где я? Беру свои слова обратно про бесполезное яйцо. И эти черти тоже сюда добрались, умные твари. Вообще в Prey много забавных вещей, до которых нужно додуматься. Но все достаточно просто. И еще раз повторюсь, очень интересно. Когда находишь решение проблемы, потом только хвалишь сценаристов. Как они лихо завернули. Prey — проект очень везучий. После нескольких лет разработки и продолжительной клинической смерти, игра все-таки умудрилась выйти на финишную прямую. Причем именно в том виде, в котором ее и задумывали. Случай исключительно редкий. Особенно с учетом того, что экшены в таких ситуациях на дно идут первыми. А сейчас еще несколько советов по прохождению игры. Есть в игре одна очень полезная штука. Spirit Walking. Пользоваться которой вас научил дедуля. В одном из писем меня спрашивает парниша. Помогите! Я нахожусь в какой-то комнате, где можно нажимать кнопочку, и потом полка ездит какая-то. А что дальше делать, не пойму. Объясняю. Зайдите в комнату и нажмите на пульт, чтобы платформа подъехала к намагниченной дорожке. Встаньте на эту платформу и переходите в мир духов. В этом состоянии возвращаетесь в комнату и запускаете платформу. Але, хоп! Вернувшись в нормальное состояние, вы будете двигаться на этой платформе. Следующий вопрос. Help, people! Я попал в комнату и не могу оттуда выбраться. А еще игра глючит. Все пропало, мир перевернулся. Это не глюки, это гравитация, о которой я уже говорил. Осмотрись по сторонам. На стенах бывают три зеленых шестиугольника. Стреляй по ним, гравитация изменится, и ты сможешь преодолеть препятствия. И не забывайте про Spirit Walking. Это очень полезная штука. Ей всегда надо пользоваться, если проход закрыт энергетической дверью. Или вам нужно выбраться из тупиковой ситуации. На сегодня ответы закончились. Остались только вопросы, на которые я отвечу в следующей программе. Книга вопросов, жалоб и предложений находится по адресу faqsobacomusdfistv.ru. Также обязательно заходите на наш форум. Играйте и выигрывайте. Да пребудет с вами великое и могучее слово FAQ. Счастливо!